Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Мы продолжаем с вами подготовку к 75-летнему юбилею Великой Победы. И очень много акций проходило, проходит, наверняка будет проходить. Главное, что во всех этих акциях основной месседж, как говорят сегодня, это обращение внутрь этой темы, внутрь своей семьи, своего рода, если хотите. Потому что, наконец-то, спустя многие-многие десятилетия, и, к сожалению, уже после ухода этих людей, наших замечательных дедов, прадедов, которые воевали, которые смогли добыть эту великую победу, мы, наконец-то, решили узнать о них побольше, как они воевали, как они жили в то тяжёлое время. И сегодня у нас в гостях тоже семья, часть семьи. Это учитель начальных классов Светлана Архипова с дочкой Кристиной. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы прямо в цвет знамени Победы. Мы старались. Я вот хотел сразу у Кристины спросить, вот у вас на футболке написано «Я правнук победителя». Что это за футболка? Где вы такую нашли? Нам дали эту футболку, когда мы прошли первый этап конкурса «Я правнуки победителей». А что за конкурс? В этом конкурсе надо было рассказать своему прадедушке. Ну и как, вы прошли? Да. Да, рассказали? А вам мама порекомендовала или вы сказали, мама, вот такой будет конкурс, я хочу футболку выиграть, да? И я должна рассказать своему прадедушке. Или это всё вместе происходило? Это было не совсем так. Так, а как? У нас учитель истории рассказал об этом конкурсе, так как у нас много конкурсов обходится стороной, и некоторые конкурсы нам рассказывают. Я заинтересовалась этим конкурсом, узнала побольше о своём прадедушке, много информации, которую я не знала. Как зовут прадедушку? Миронов Иван Максимович. Миронов Иван Максимович. Вот сегодня мы благодаря вам узнаем что-то новое о вашем прадеде, правильно? Это же ваш прадедушка. Ну а теперь вопрос Светлане. Скажите, что за конкурс такой? И вот одно дело, когда совсем маленький человечек ещё этим занимается, другое дело, когда этим... Я так понимаю, это же дедушка ваш или супруга ваш? То есть это вообще получается ваш прямой родственник. Что-то нового узнали? Если честно, то да. Мы начали возвращаться к нашим архивам семейным. Большую информацию почерпнули от моей мамы и от моего дяди... От моего брата, получается, дяди Кристины. Он старше, да. И дедушка последние годы жизни жил как раз вместе с моим братом. Поэтому, можно сказать, мы черпали историю как раз от тех людей, которые знали и могут рассказать. Как говорят, сейчас всё из одной рукопожатие. Да. Ну и что нового вы узнали? И вообще, почему вы решили принять участие в этом проекте? Почему? Потому что мы уже беседовали не раз на тему подготовки к Победе, к празднику Великой Победы. И самые разные акции проходят. И есть такая опасность какой-то такой заангажированности, что ли. Почему вы решили принять в этом участие? Я вижу, что вы принесли две фотографии и вот три награды. Мы чуть позже о них поговорим. Как-то вас это зацепило, история? В первую очередь, я бы хотела, чтобы мои дети знали историю своей семьи. И мы идём от истории семьи к истории России, к истории нашей страны. Мне бы очень хотелось, чтобы дети не забыли тех, кто воевал, тех, кто сражался за них. И в первую очередь, о тех родных и близких, которые ушли на войну, кто уковали эту победу. Поэтому мы обратили внимание на этот конкурс. И очень благодарны организаторам конкурса «Мы правнуки победителей». Потому что ещё раз вспомнили о своих родных и близких. Пообщались со своими родными. Это тоже немаловажно. И я надеюсь, что история нашего прадедушки, мало того, что останется в сердцах моих детей, но и будет известно. И пример Кристины, что она пошла узнавать об этом, тоже станет примером для детей. Её возраста, что даже маленький ребёнок может знать больше о себе, о своих родных. И тут ещё такой важный момент. В наше советское время, я помню, мы знали там дедушка, бабушка. Это уже представители советского поколения. Хотя они появились на свет ещё в царской России, до революции и так далее. А вот уже наши прадедушки и прабабушки, которых я, кстати, тоже живыми ещё видел, вот, и там что-то скрывалось, потому что кто-то имел отношение к дворянам, кто-то имел... В общем, какие-то были истории. Потом мы помним все уже 30-е годы, да, когда там были проблемы. То есть, когда Кристина вырастет, у неё тоже появятся свои дети и внуки, то таким образом выстраивается это древо, да, семейное древо, когда ты понимаешь, кто, куда, как, откуда, почему. Кристина, скажите, ну что вы узнали нового для себя о своём прадедушке? Я новое узнала про своего прадедушку, то, что он любил ухаживать за садом своим. Так. У него была мечта, чтобы купить землю и построить там дом. Дом. Так. Большую часть жизни он был народным судьёй и начальником почты. Да. Судьёй и начальником почты. То есть, письмами работал. Да. Понятно. Хорошо. Давайте, Светлана, проследим всё-таки путь. Вот тех наград, которые у нас здесь представлены, как вам удалось сохранить? Почему? Потому что вот иногда люди не то, что там, да, я уж не говорю, теряют, но некоторые не стесняются и даже продают награды, потому что коллекционеры иногда платят за это большие деньги. Вы сохранили семья, значит, для вас это важно. Вот что за награды? Расскажите. За военный путь дедушки он получил 16 боевых наград, но, к сожалению, большая часть находится в данный момент у брата, потому что как бы все документы, всё находилось как раз-таки у него. На данный момент всё, что у нас как бы было, мы принесли показать. Мы знаем о дедушке, о его военной судьбе не очень много, по той простой причине, что большую часть информации он скрывал. Даже после войны не разглашал, что было и как было. Возможно, нельзя было говорить. Мы знаем о том, что дедушка работал в спецсвязи, и благодаря нему как раз-таки все поручения нападать, не нападать, отступать, вот какая дислокация противника. Вот это было его обязанностью. Его география огромна, вся центральная часть России – это города, которые он объездил. В 1945 году он был в Литве, и потом был перекинут в Кёнигсберг. И как раз-таки в момент победы он находился в Калининграде, ныне Калининграде. И так получилось, что дальнейшая его судьба и была связана с этим городом, с Кёнигсбергом. Потому что когда он приехал нянчить своего внука, он приехал именно в Кёнигсберг. Вы были в Кёнигсберге, в Калининграде теперь? Я была, когда мне было там год. Мне было год, и я отправилась в Кёнигсберг. То есть побывали-то? Да. Ну, надо набраться сил, поехать еще раз. Там все очень интересно. Я был там лет пять назад, получил удовольствие, потому что, конечно, совершенно другая какая-то история жизни и так далее. Вернемся к разговору, прежде чем мы сделаем небольшой перерыв. Кристина, а как вы считаете, страшно дедушке было воевать? Тяжело? Мне кажется, что дедушке было тяжело. Он хотел выжить в первую очередь. Он хотел донести письмо, которое надо было отдать. Ну, то есть очень такая военная тяжелая работа. Потому что связист, он в отличие, скажем, от других профессий военных, это же иногда может быть, даже в фильмах, если посмотреть, иногда нужно идти впереди всех незаметным. То есть немножко быть разведчиком, немножко быть шпионом. Все вместе, да, все вместе в одно, что называется, представлено в одном человеке. Вот вы говорите, Светлана, что он не хотел, чтобы... Ну, не то, что не хотел, не общался особо на темы, связанные с Великой Отечественной войной. Вы знаете, очень многие ветераны не любили рассказывать о войне. Как вы думаете, почему? Если мы уберем в сторону, вот нельзя рассказывать. А многие просто воевали, но не любят вспоминать. Я думаю, сейчас Кристина сможет ответить на этот вопрос. Почему? Потому что если он рассказывает, то он опять теряет своих товарищей военных. Вот как. То есть он как бы проживает эту жизнь заново. Да. Правильно? Очень интересно. Ну, а если мы с вами сейчас вернемся уже в наше время, в последние годы, я даже помню, на 70-летие Победы, 5 лет тому назад, не было вот такого, если позволить, позволительно слово ажиотажа, вокруг всевозможных акций, которые связаны в интернете и так далее. У нас появились волонтеры. Они были всегда. Всегда были добровольцы, поисковые отряды, которые до сих пор ищут останки солдат, находят или там какие-то артефакты войны. Вот как вы считаете, то, что сейчас происходит, это по-настоящему или это дань моде? Ну вот модно сейчас все рассказывать о своих прадедушках и прабабушках. Наверное, это год такой юбилейный и сам по себе тяжелый, который в какой-то мере напоминает военные действия. Поэтому 75-летие Победы, оно само по себе дань уважения нашим корням, нашим родным и близким, которые сражались за мирное небо над нашими головами. И, наверное, мы дошли до того как раз состояния, когда готовы... Ну как-то по-новому, что ли, взглянуть на всю эту историю с помощью современных технологий. Потому что, да, были выставки, где, я помню, в Манеже была представлена, в московском Манеже, огромная выставка, такая медийная, с помощью огромных всевозможных, как вот у нас здесь стоят экраны, мониторы, где все можно было посмотреть. Я бывал в Бресте, где там тоже так интересно сделано. Ты подходишь к фотографии участника обороны крепости, и вдруг откуда-то начинается звук, рассказ об этом человеке. Там срабатывает датчик, и ты погружаешься в эту историю. То есть, если правильно все это сделать, правильно подойти к этому вопросу, то на это уже не смотрят как на часть истории. Ну вот война, 41-45, ну да, мы знаем. Ну да, будут майские праздники. Некоторые так это называют. Да. И я прекрасно помню, что вот особенно 90-е годы, 2000-е годы, начало 2000-х годов, это был какой-то период, когда, ну, не до этого было. Да, отмечали там, понятно, что все равно. Сейчас, мне кажется, есть немножко крен в другую сторону, когда слишком много всего, и мне кажется, что иногда за вот этой красочностью акции немножко теряется смысл, потому что все-таки победу дать были те люди, которых, к сожалению, в большинстве своем уже нет с нами. И это важно понимать и помнить, изучать, исследовать, как вот Кристина точно рассказала, что человек не хочет переживать еще раз это страшное время. Это очень философское замечание, на мой взгляд. Мы сейчас с вами сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в студию. Напомню, что сегодня у нас в гостях мы общаемся с учителем начальных классов Светланой Архиповой, которая пришла к нам сюда со своей дочкой Кристиной. И после небольшой паузы вернемся и продолжим говорить о том, как мы готовимся к юбилею Великой Победы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Говорим с вами о приближающемся событии, великом событии Великой Победы, юбилею Великой Победы, 75 лет. Мы готовимся к этому, несмотря ни на какие проблемы, которые нас с вами, живущих в 2020 году окружают. И даже в какой-то степени, возможно, это тоже у нас сейчас как-то особая струна такая, предпраздничная 9 мая. Все равно День Победы будет, и мы будем вспоминать всех наших родных, близких, которые участвовали в этой Великой Отечественной войне. Участвовали каждый по-разному. Это был тыл, это была армия, это было много-много других военных и околовоенных профессий. Все вместе, одним миром, что называется, боролись с этой чумой 20 века. Сегодня у нас в гостях учитель начальных классов Светлана Архипова со своей дочкой Кристиной. И мы продолжаем наш разговор. Кристина, скажите, пожалуйста, А вот вам именно выдали красную футболку? Да. Или вы выбрали? Мне выдали. Выдали. А что вам больше нравится, красная или белая футболка? А еще белая есть, по-моему, вариант. Есть. Но мне больше нравится красная. Мне кажется, что красная, правда? Потому что я напомню, что в городском округе Люберцы проходит еще акция, когда можно вышить на небольшом лоскутке фамилию, имя, отчество. Капля Победы. Знамя Победы. Ну, капля как бы... Знамя Победы у нас было просто в прошлом году, а Капля Победы... И вот мы сейчас как раз принимаем участие. А расскажите, что это за акция? Напомните нашим телезрителям. Капля Победы – это когда ты узнаешь о своем родном, близком человеке, что с ним случилось, какой у него военный путь был в годы Великой Отечественной войны. Вырезаешь Каплю Победы и пишешь на ней имя, фамилию, имя, отчество своего. Получается уже про бабушек и прадедушек. Только цвет капли разный в зависимости от того, вернулся человек с войны, был ранен, был в плену. А, вот так вот даже еще. Вот про Каплю Победы я не слышал. Про Знамя Победы я слышал. Да, вот что из лоскутков сшивается. Знамя в прошлом году было. А, нет, оно и сегодня шьется? Да. Да, у нас был представитель этой акции. Знамя шьется, оно продолжает увеличиваться. Его тоже 9 мая, если, даст Бог, все состоится, имею в виду, будет возможность массовых гуляний, мероприятий. Да, его понесут. А вы нам рассказали еще о Капле Победы. Видите, как здорово. Я не знал, честно. Спасибо вам большое. Присоединяйтесь. Скажите, Светлана, вот к тебе к такому разговору. Когда появилась акция «Бессмертный полк», особенно, наверное, второй год. Первый она только как-то так появилась. Да, мы знаем, что она появилась в Томске, на местном телеканале. И эта акция, значит, была такой неожиданной, что оказывается очень просто, все понятно, фотография, и да, ты идешь как бы, ты олицетворяешь собой своего родственника. А некоторые даже и двоих несут, ну, то есть в зависимости от того. И целая семья может нести одного родственника, потому что они все считают, да, что они имеют непосредственно отношение к своему герою. И даже те люди, у которых, знаете, как вот уж такой герой. Герой – это вообще, мне кажется, человек, который участвовал в Великой Отечественной войне, даже если у него одна медаль. Так уже тоже может быть. Ну, просто вот не давали по разным причинам, мы же не знаем всех подобных. Но все равно герой, героем остается. Вот. На второй год это была, конечно, просто фантастика, потому что все шли и перекрывались улицы, города. Впервые за много лет, когда все с пониманием к этому относились, да, и когда ты идешь в Москве, да, и тебе нужно пройти одну станцию метро, вторую станцию метро, и только на третью тебя запускают. Да, обычно, когда после футбола, например, люди ходят, они нервничают. А здесь это было какая-то душевная, с пониманием люди отнеслись. И акция действительно прошла успешно. Теперь эта акция проходит каждый год. Вот. И пока я в ней тоже принимаю участие, мне кажется, что пока она еще не, ну, не превратилась в заорганизованную. Вот скажите, вы не боитесь, так как вот я немножко побаиваюсь, что скоро подобные акции, то, о чем мы говорили, что они немножечко станут такими просто, как вам сказать, заангажированными, что ли, заорганизованными, что там не будет человеческого тепла и доброты? Ну, мне кажется, что наше поколение, если не расскажет это подрастающему поколению, правильно расскажет, да, то тогда, возможно, как раз это будет просто прошел и не прочувствовал. Если же наше поколение, которое еще знает, либо, да, наше предшествующее поколение, которое может рассказать это, как было на самом деле, сколько сил, сколько любви было, потому что выжить без любви невозможно. Вот если мы этого не сделаем, то тогда это превратится просто в прошли. В показорку. Просто галочку поставили. И не будет нести никакого смысла. Если же мы постараемся привнести в это все то, что делали ради нас наши дедушки и бабушки, вот тогда это будет акция, которая действительно проходит для того, чтобы мы помнили. Потому что в этот момент бессмертного полка идем не только мы. Идут одни. Они, которые воевали. Скажите, пожалуйста, Кристина, а вот в школе ваши одноклассники, да, у вас же есть одноклассники? Вот как они относятся к этой акции? Все участвуют или не все? Не все. То есть кому-то это неинтересно? Да. А почему, как вы думаете? Папа с мамой их не научили? Или они сами не хотят? Они сами не хотят. А почему им неинтересно? Они не хотят узнать вот о своих, ну, просто даже я сейчас не говорю там, да, ведь всегда хочется, да, какому-нибудь там школьнику, да, совсем маленькому, хочется, чтобы его вдруг прадед оказался там героем, например, да, чтобы орден был. Тогда да, расскажите мне, я буду ходить таким гордым. Вот. А вы как-то им предлагаете все-таки в этом поучаствовать? Это предлагают многие учителя. Да. У нас классный руководитель рассказывает о разных мероприятиях, разных конкурсах. Некоторые заинтересовались, некоторые прошли стороной этот конкурс. То есть это вот для тех телезрителей, знаете, скептически относятся, вот сказали в школе, руководитель расписал, а ты-ты-ты-ты-ты, приносите и все. А это все-таки у вас еще такой свободный выбор, да? Можно, да? Кристина, вот скажите, вот те ребята, которые этим все-таки сейчас заинтересовались, вот вы как-то друг с другом общаетесь? Ну, кто кого, про что узнал? Кем дедушка был? Где воевал? Многие не рассказывают. Не рассказывают? Почему? Они или не хотят об этом рассказывать, или они не интересовались. А, просто они пока еще не знают, да, что происходило. Понятно. Так что вот я, может быть, такие вопросы Светлана переживает, конечно, как мама, но тут в чем важность-то вопроса? Оказывается, что еще не все, даже родители, родители, это, получается, внуки ветеранов, понимают, ну, не то, что понимают, это так каждый сам для себя делает выбор, но не все погрузились в эту историю. Так что есть еще куда расти. Я помню прекрасно, что у меня этот момент произошел где-то, наверное, в классе пятом. У меня дедушка вернулся, один, второй у меня вернулся тоже очень, один просто вернулся, второй вернулся, на него даже похоронка приходила. Вот, это похоронка, и вся эта история там из одной семьи, получилось две, как это бывает в жизни. В общем, такая была. Он тоже вернулся. Вот, к сожалению, уже давно-давно всех нет в живых, но я к чему введу, что тогда они все были живы, и ты как бы, я не приходил к нему, мы не садились, да, ужинать там, ну, рассказывай, мне в голову не приходило. Один раз просто я его привел к себе в класс, он рассказал, и я прям с удивлением узнал, что вот стоит мой родной человек, который такое рассказывает. Значит, проблемы с патриотизмом в том понимании, в котором мы сейчас с вами общаемся, они все-таки существуют. Или у каждого свой патриотизм? Наверное, возраст тоже дает о себе знать, что дети, во-первых, все обыденное, оно не кажется чем-то таким экстраординарным. Да, мы знакомы с человеком и считаем, что мы все про него знаем. А когда люди уходят, то вот в этот момент нам как раз и хотелось бы больше проводить времени с этим человеком, узнать его лучше. Вопросы задавать, да. Вопросы задавать, вот именно первоисточнику, а не потом уже, вот как мы сейчас собирали информацию по кусочкам, по частям, складывали этот пазл, который так и остался с белыми частями. То есть есть над чем еще поработать? Конечно. А дети маленькие, мне кажется, они еще просто до конца не осознают, что это... То есть им неинтересно, возможно, еще они этим заинтересуются. Это значит, что, наверное, есть смысл придумать или обдумать, тут слово придумать, наверное, не очень подходит, какие-то новые подходы, да, вот знаете, сейчас у нас можно квесты всякие, да, интернет истории, хотя, собственно говоря, я помню, когда появились сайты, с помощью которых можно узнать о подвигах своих, и некоторые начали нервно руками вбивать, надеюсь, ну, мой-то должен был подвиг совершить. Они не понимают одного, что слово подвиг, это... Он имеет несколько значений. Самоучастие уже в этой войне, даже если человек, например, не очень хотел пойти, давайте так говорить, это же все-таки люди, но он пошел, потому что, да, да, идем, 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 все, и он отвоевал честно, да, достойно, и добыл эту победу. Вот, уж не говоря тех, кто приписывали себе годы, чтобы их взяли в арму, всякое же бывало. Вот я к чему веду, вы как учитель начальных классов существуют сегодня какие-то новые подходы, и не только в плане, да, патриотического воспитания, чтобы как-то повернуть детишек вот к своим родителям, к своим истокам, к своей родне. Например, музей Великой Отечественной войны, который находится в Москве на поклонке, он устраивал конкурс рисунков «Елка Победы», мы в нем принимали участие, потом, это был прошлый год, и ходили на «Елку Победы», тоже к ним ездили. Мы как бы посвятили этот конкурс нашему дедушке, прадедушке, вот Кристинке моему дедушке, и посмотрели, как украшали раньше елки, да, то есть уже окунулись в этот конкурс. То есть через это все ближе и ближе семья, и, кстати, понимание самого себя приходит, вот вы-то уже человек взрослый, да, и вы тоже наверняка, это же наследственность какая-то, она не только физиологическая, она и в понимании чего-то, в каких-то общих ценностях и так далее. Вот вы принесли фотографии, покажите нам, что это за фотографии, где ваш дедушка? Вот наш дедушка посерединке, это первая фотография с войны, это июнь 1941 года, они все три друга ставили на память по фотографии, чтобы, во-первых, запечатлеть начало войны, какими они были, вот, и кто вернется, тоже, это было очень важно, вот, и написали на память, и здесь каждый написал, да, кому, и фамилия, и имя, отчество. Для нас это незнакомые люди, но... можно их поискать, можно поискать, найти. И через них тоже можно узнать что-то новое. Так что у нас, как бы, это самая важная, самая такая, ценная фотография тех времен. И еще? И на этой фотографии здесь он вернулся с войны, и это моя бабушка, Миронова Пелагея Андреевна, и это мой дедушка, Миронов Иван Максимович. Форме судьи. Форме судьи. Ну что ж, Кристина, будем искать дальше интересные, истории, будем дальше что-то изучать. в следующем году я хочу узнать побольше моей прабабушки. Вот. Видите, как замечательно. Светлана, вам большое спасибо, потому что не каждый родитель в данном случае может так повлиять на своего ребенка, чтобы его заинтересовать. Не заставить, а именно заинтересовать. Ну и, конечно же, приятно, мы всегда тоже вспоминаем, что вот Иван Максимович Миронов, человек для вас очень важный в вашей семье, тоже он с нами, потому что, когда мы их вспоминаем, они всегда с нами. Пока мы их помним, они с нами. Я желаю вам всего самого хорошего, принимайте участие в дальнейших акциях, как только что-то новое у вас происходит, приходите к нам в гости, мы обязательно расскажем. Ну, я так понимаю, что и в школе еще много, да, будет событий, посвященных. Абсолютно верно. Какие-то акции готовите, да? Конечно. Понятно. С вами был Николай Пивненко, это программа «Открытый диалог». Общались мы сегодня о всевозможных акциях, которые готовятся к 75-летию Великой Победы. В гостях у нас была семья Светланы Архиповой, учительницы начальных классов. Она пришла к нам вместе в гости с Кристиной. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова